МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. До конца года безбумажный формат работы в больницах и поликлиниках будет введен во всех областных центрах Казахстана. О планах рассказал министр здравоохранения Ильжан Бертанов. По его словам, сегодня в Карагандинска, Акмолинска, Костанайска и западно-казахстанской областях клиники уже работают в цифровом формате. Происходит отказ от 120 бумажных форм, в том числе записи в истории болезни в больницах и в амбулаторных картах в поликлиниках. Всю информацию врачи вносят в общую компьютерную базу данных. Каждый квартал к проекту планируется подключать по четыре области. В сельской местности полный переход на безбумажный формат произойдет к 2021 году. Цифровизация медицинской сферы позволяет подготовить учреждения здравоохранения к внедрению системы обязательного социального медстрахования. Сейчас общая сумма взносов фонда СМС по данным Минздрава составляет 50 миллиардов тенге. Как отметил Ильжан Бертанов, эти деньги уже работают. Фонд медицинского страхования уже выступил в качестве единого сокопщика, плательщика медицинских услуг. Уже в прошлом году фонд провел работу. И на этот год все медицинские услуги, которые входят в гарантированный объем, бесплатной медицинской помощи, они оплачиваются через фонд. Это порядка полутора тысяч поставщиков. Договоры с ними заключены. И идет отработка сейчас механизмов финансирования, контроля качества медицинских услуг и так далее. 375 тысяч тонн дистоплива понадобится в этом году аграриям для проведения весенних полевых работ. Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. По его словам, литр топлива будет стоить 130 тенге. С учетом доставки СНПЗ в регионе – 146 тенге за литр. Это на 13% дешевле рыночной стоимости. Уже отгружено 50% всего необходимого объема. Вместе с тем в министерстве совместно с информационно-учетным центром и областными акиматами наладили схему электронного распределения и закупа квот на льготное дистопливо сельхозтоваропроизводителям через веб-портал Minagra.kz. Ожидается, что это обеспечит прозрачность механизма формирования и реализации топлива, выделенного для проведения весенней полевой кампании. Распределение для сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться в зависимости от величины пассивных площадей, подтвержденных спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли. Покупка и продажа дистоплива между операторами и аграриями будет также проходить через портал в режиме онлайн с подписанием электронного договора. Есть только один регион, Алматинская область, 3,7 тысяч тонн. Это один из ресурсодержателей. Компания PetroProx, которая подписала соответствующие обязательства, взяла на себя, в такие-то месяцы, сроки поставить такой-то объем топлива. В общем, объем 3,7 тысяч тонн в февраль-март. Пока эта компания свои обязательства не выполняет. Или они должны работать как все, или нужно принять решение и передать этот объем другому ресурсодержателю. В Актюбинской области из-за сильного гололеда закрыто движение на автодорогах. На всех выездах из Актюбе дежурят патрули дорожной полиции. Между тем, даже в самом областном центре передвигаться по улицам небезопасно. Чтобы избежать аварийных ситуаций и травм, полицейские спасатели просят жителей быть предельно осторожными. С утра дорожные службы посыпают проезжую часть и тротуары песчаной и соляной смеси. Все дорожные службы находятся на участках. Вся техника готова, занимаются подсыпкой. Открытие дорог ожидаем только в связи с улучшением погодных условий. Также хочется сказать, что соседние области Уральская, Кустанайская также закрыли въезд в сторону Актюбинской области. В Западно-Казахстанской области перекрыты трассы в направлении Уральска-Тырау и Жамбитак-Тобиан. На дорогах сильный гололед. Он образовался из-за выпавшего ночью снега и дождя. Особенно опасны для движения дорога между селами Чапаева и Тайпак. Там сейчас работают коммунальные службы. Всю ночь трассу расчищали и посыпали песко-соляной смесью. С утра ограничены движения на трассе международного значения Самара-Шемкент. В данное время дорога закрыта. Сейчас принимаем решение. По обстоятельствам, сейчас там просто идет дождь, сказали. Где-то в течение получаса будет открыто движение для всех транспортных, кроме общественного. Общественного пока попридержим. Теперь о том, что происходит в мире. Бывший президент Франции Николай Сарказей взят под стражу. Об этом сообщили в ряде местных СМИ. Причиной задержания их с главы государства стало расследование по делу о возможном незаконном финансировании Ливии и его избирательной кампании в 2007 году. По официальной информации, сейчас политика допрашивают в Анантеере. В течение 48 часов ему могут предъявить обвинения в коррупции, отмывании денег, торговле, влиянии растрате госсредства, также в уклонении от уплаты налогов. Это первый допрос экс-президента с момента возбуждения дела. Напомню, расследование парижской полиции начало еще в 2013 году. Однако впервые о выплатах Сарказей ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. Тогда сын Муамара Каддафи, Сейф Алислам, в интервью телеканалу Евроньюз потребовал от бывшего президента Франции признать факт получения средств из Ливии. В СМИ публиковались документы, в которых шла речь о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркази. Он, в свою очередь, такие обвинения опровергал. Военная операция Турции в Сирии «Оливковая ветвь» продолжится на других территориях, кроме Африна, а именно на востоке Сирии. Об этом сообщил турецкий лидер Режептейп Эрдоган. Также президент отметил, что турецкие операции продолжатся до тех пор, пока Манбит, Шайнель-Араб, Тель-Абьят и Эль-Камышлы не будут полностью освобождены от террористов. Эрдоган подчеркнул, что опасность вызывают находящиеся на севере Ирака курдские повстанцы и призвал официальный Багдад активизировать борьбу с террористическими группировками. Официальная Анкара уже просила правительство Ирака очистить от курдских повстанцев иракский город Синжар. Если у вас недостаточно для этого сил, Турция готова провести военную операцию и там. В Совете Безопасности ООН прошло заседание по урегулированию кризиса в Сирии. Члены Совбеза высказались о ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили, что выход из сирийского конфликта возможен лишь посредством переговоров. Они призвали их к достижению мирного решения и приветствовали проведение встречи министров стран-гарантов астанинского процесса. На заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло под председательством Нидерландов, была отмечена настоятельная необходимость в скорейшем предоставлении гуманитарного доступа в осажденные районы Сирии. Делегация Казахстана проинформировала членов Совета Безопасности ООН об итогах встречи в Астане и совместном заявлении по регулированию сирийского конфликта, принятого министрами иностранных дел Ирана, России и Турции, стран-гарантов перемирия в Сирии. Наша страна еще раз выступила против военного решения конфликта и выразила надежду на коллективный и прагматичный подход. Постоянный представитель России при ООН Василия Небензева поблагодарила руководство Казахстана за оказанную поддержку, отметив, что благодаря Астане был сделан шаг к ликвидации ТГИЛ. Китайская сторона также выразила признательность министрам иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса за совместное коммунике и отметила роль Казахстана в регулировании сирийского конфликта. Как сообщает наш корреспондент США Майра Абдрахманова, казахстанская делегация провела брифинг по астанинскому процессу. Постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров сообщила о предстоящем трехстороннем саммите, который состоится в Стамбуле 4 апреля и очередном международном совещании высокого уровня в Астане, запланированного на май. Было также важно выполнить меморандум от 4 мая 2017 года о создании районов деэскалации в Сирии с тем, чтобы можно было смягчить серьезную гуманитарную ситуацию, выполнив резолюцию 2401. Они были обеспокоены продолжающимися нарушениями прекращения огня и призывали к соблюдению своих соответствующих соглашений в целях обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа на всей территории Сирии. Глобальная сделка по сокращению добычи нефти может восстановить стабильность на мировых нефтяных рынках в течение года. Такое заявление сделал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркинда во время визита в Баку. По его словам, сейчас ОПЕК сосредоточены на достижении своих целей. Напомню, в ноябре прошлого года входящие и не входящие в картель страны-экспортеры черного золота согласились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца этого года. Следующее совещание крупнейших нефтепроизводителей намечено на июне. При этом условия сделки могут быть скорректированы на основе ситуации на рынке. На данный момент мы наблюдаем, как стабильность постепенно восстанавливается на мировых рынках нефти. Также возвращаются и инвестиции. Таким образом, я надеюсь, что полное восстановление стабильности произойдет в течение года. Великобритания официально лишится своего членства в ЕС к концу марта 2019 года. Но окончательно Соединенное Королевство выйдет из Союза только 31 декабря 2020 года. Лондон и Брюссель согласовали 21 месяц переходного периода. В это время Туман Альбион будет обязан платить взносы в бюджет ЕС и участвовать в его реализации. Стороны обещают избежать материальных потерь, политических рисков и неудобств для граждан обеих сторон. Северная Ирландия останется в едином европейском рынке и общем таможенном союзе. Это произойдет в том случае, если Лондон не предложит другого решения по этому вопросу. Самостоятельно же торговать Британия сможет только после полного выхода из ЕС. Переходный период будет иметь ограниченный срок, как того пожелали британское правительство и Евросоюз. Во время этого периода Соединенное Королевство больше не будет участвовать в процессе принятия решений ЕС, просто потому, что оно больше не будет страной-членом ЕС после 30 марта 2019 года. Однако за ним сохранятся все преимущества и выгода единого рынка таможенного союза и секторальной европейской политики. И оно также будет должно соблюдать все европейские правила, как и другие страны-члены ЕС. В течение последних дней мы достигли прогресса по таким важным вопросам, как уточнение таможенных процедур, перемещение и мониторинг товаров, обязательства Великобритании в ядерной сфере и защита европейских товарных брендов. Сегодня, имея соглашение по следующей фазе, мы можем говорить о завершении очередного решающего этапа. Я верю, что Европейский Совет будет приветствовать наше соглашение позднее на этой неделе. Тесное сотрудничество с нашими союзниками занимает центральное место в отстаивании правил на основе международного порядка. Что касается внешней политики и сотрудничества в сфере обороны, мы планируем амбициозное партнерство, которое выходит за пределы отношений ЕС с любыми другими третьими странами. И я знаю, что это желание разделяет все партнеры ЕС. Президент США Дональд Трамп предложил радикально ужесточить наказание для наркоторговцев, как заявил американский лидер во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, где проблема наркомании стоит достаточно остро. Наказание необходимо усилить вплоть до смертной казни. Наказание должно быть максимально жестким. Может быть, наше общество не готово к этому. Но я считаю, что у нашей страны будет будущее только в том случае, если законом будут предусмотрены жесткие меры по отношению к наркоторговцам. Некоторые из них разрушили тысячи жизней. А когда их ловят, они получают 30 дней тюрьмы или год тюрьмы, или штраф. К другим темам. В Караганде оформляют документы по отводу земли под строительство магистрального газопровода Сараарка. Газификация страны – это одна из пяти социальных инициатив главы государства. Параллельно здесь начали разрабатывать документацию по газораспределительным станциям и сетям. От координации этой работы во многом зависит успех всего проекта. О плюсах газификации расскажет Юлана Чаус. С работы сразу к печке. И дома большей части частного сектора Караганды отапливаются углем. Почти всю зиму уровень загрязнения воздуха превышает все нормы. Приходим с работы и на эту печку в днем и ночь фактически следим за этой печкой. Мы столько угля покупаем, столько залы вытаскиваем. Это надо, отходы надо вытаскивать. Это его не считаем. А свой труд, который мы утром встаем, вечером приходим с работы. Магистральный газопровод Сараарка пройдет и через Карагандинскую область. Для газификации домохозяйств в регионе построят три автоматические газораспределительные станции. Наша задача на сегодняшний день синхронизовать сроки завершения строительства газораспределительных сетей. То есть пройти этапы проектирования, бюджетирования, строительства, приемки, ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей. Со сроками ввода в эксплуатацию именно магистральной части газопровода, к которой мы будем подключаться. Перевод ТЭЦ и больших производств с угля на газ может потребовать времени и больших финансовых вложений. А вот малый и средний бизнес, считают специалисты, газификацию может окупить в кратчайшие сроки. Сколько будут денег вложено, все это обернется тем, что возрастет производительность труда. Производительность труда для Казахстана выходит в лидеры мировых стран. Эксперты считают, что переход с севера и центра на газ не будет означать спад в традиционной угольной промышленности. Уголь не только источник энергии. Получать из него можно краски, растворители или уксусную кислоту. Его надо использовать в меньших масштабах, производя ценные химические продукты. Газ использовать как энергетическое сырье и переходить на альтернативные возобновляемые источники энергии. В перспективе голубое топливо поступят в 120 поселков и три крупных города Карагандинской области. Иван Чаус, Василий Савкин, Асета Саинов, Караганда, Хабар-24. Своё мнение по поводу пяти социальных инициатив президента Казахстана выразила заместитель председателя Консервативного совета иностранных дел и Содружества. По его словам, доступность ипотеки для широких масс – это смелый шаг, который позволит каждому работающему казахстанцу купить квартиру в кредит и обслуживать этот займ. Я считаю, что это очень важно. Мы в Соединённом Королевстве много лет подряд пытаемся обеспечить доступным жильём. Мы не достигли успеха пока. 75 лет тому назад, перед Второй мировой войной, в Лондоне у нас было много муниципального доступного жилья, которые действовали весьма эффективно. К сожалению, потом мы перестали строить их долгое время. Но это сейчас является одним из приоритетов государства. Кажется, на этом пути и Казахстан. И у нас есть общая цель. Международная Тюркская Академия отмечает Науроса дать дань традициям. Собрались общественные деятели и послы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Венгрии. На праздничном застрахании было представлено всё – Наурос Кожье, Шубата, Вьяленое Мясо и Баурсаки. Символично и то, что в канун Нового года, как принято считать Наурос, было объявлено и о новых совместных международных инициативах. Мы приняли в своё время решение о том, что будем углублять наше сотрудничество с тюркоязычными государствами. В Центральной Азии, естественно, Казахстан – это наш единственный стратегический партнёр, и это самый важный наш партнёр в регионе. И мы будем далее развивать эти отношения. Хоть этот день и не отмечен красными буквами в нашем календаре, но в душе для каждого Венгрира это очень важный период года, когда мы готовимся к новым начинаниям и к новым инициативам. Жизнь первых правителя династии Мамлюков продолжает изучать экспедиции по следам предков. Сейчас казахстанские учёные работают в Египте. Одной из главных исторических фигур того времени является Шаджарата Дур, кипчакская правительница, возглавившая эту страну в XI веке. Исследователям удалось найти новые факты из её биографии. Экспедиция по следам предков продолжает изучать жизнь выходцев Дэшт и Кипчака на египетской земле. На этот раз учёные нашли в архивах удивительные факты из жизни Шаджар Ад-Дур, женщины-правителя. Сравниться с ней сможет лишь султан Разия. Шаджар Ад-Дур пришла к власти в Египте весной 1250 года. Это ознаменовало окончание правления Аюбидов и начало эпохи Мамлюков. Первая династия Бахри просуществовала до 1382 года. Без этих людей, если бы не были эти люди в Египте, в это время точно могли татары-монголы и крестоносцы завоевать Египет. Но у нас есть такое высказывание или такая поговорка. Шаджар Ад-Дур правила Египтом меньше года, однако её историческую роль в жизни страны трудно переоценить. Она отразила крестовый поход, организованный французским королём Людовиком IX. После его пленения в стране воцарился мир. Правительница получила прозвище Асмат Ад-Дин, что в переводе на казахский язык означает «защитница религии». Шаджар Ад-Дур похоронили в специальном мавзолее в Каире. Сегодня это историческое место. Казахстанские исследователи узнали древнюю легенду, которая связывает египетские мечети и пирамиды. Высота этой пирамиды изначально составляла 146 метров. Со временем верхушка конструкции развалилась. Строение стало ниже на 9 метров. Одна из легенд гласит, что султан Бейбарыс в своё время установил там огромную юрту. Возможно, это было правдой, ведь наверху много свободного места. Исторические поиски привели учёных в цитадель – одно из популярных исторических мест Каира. Приказ о его строительстве отдал известный командир Салах Уддин Аль-Аюби. Когда-то цитадель была официальной резиденцией египетских правителей. Площадь строения составляет порядка 18 гектаров. Комплекс должен был стать городом внутри города. Поэтому там строили дворцы, мечети, музеи, военные казармы и склады. Здесь сохранились следы и кипчакской культуры. В частности, мамлюкский султан Ан-Насыр Мухаммед построил тут большую мечеть в иранском стиле. Марк Брюшко, Сая Джакенулы, Арман Денышпаев и Куаныш Кужабеков. Хабар 24. Египет.